итак мы начинаем всем доброго времени суток меня зовут александрова ирина провести это все меня слышно да мы решили сейчас провести эфир такой не совсем запланированный потому что все мы понимаем что марафон это такой живой организм запланировали так потом в процессе из-за того что нам задают в личку какие-то вопросы и сейчас на фоне того что праздники закончились и мы вошли с вами в марафон по воде вы начали чувствовать уже какие результаты происходят просто буквально с первых дней и соответственно мы начали получать вопросы в личку о том что что еще можно поделать такой чтобы стать легче после новогодних праздников потому что еда надоела хочется хочется каких-то перемен хочется опять вернуться в форму потому что ну как бы нам не хотелось какие-то килограммы прилетели и мы решили с вами провести еще один не запланированный сразу марафон который будет проходить по программе очищения колова да и мы понимаем что здесь есть люди которые не возможно не знакомы еще с этой программой и сегодня мы как раз решили провести эфир и поговорить о том Зачем нам чиститься? Чем нам может это помочь в нашем случае? И почему можно сейчас это провести? С помощью какой программы? Что такое Калавада? И мы поделимся еще результатами, покажем вам, какие результаты мы получаем с помощью вот такой вот программы очищения. И я хочу сейчас передать слово нашему куратору, главному куратору марафона Снежане Новиковой, и она нам расскажет более конкретную информацию о том, что же мы будем с вами делать. Снежана, подключи, пожалуйста, микрофон. Да, слышно меня? Да. Отлично. Ну что ж, всем доброго воскресного утра. Я уже сегодня в чате пошутила по поводу того, что никакой ретро-меркурии нам не испортит настроение, потому что оно у нас боевое, оно у нас восхитительное. Вот. И сегодня мы с вами поговорим об очень важных вещах, которые тоже влияют на состояние нашего здоровья. И начну я, наверное, со знакомства. Про себя немножко расскажу и почему, скажем так, я начала заниматься очищением организма, что меня к этому привело. Ну а дальше вы уже сможете на себя примерить свои собственные какие-то ощущения. Итак, много лет назад мне вырезали щитовидку. Я была тогда еще девчонкой в школе училась, и долгое время я была на гормональной терапии. Я умудрилась еще двух деток родить во время этой гормональной терапии. Вот. И к 30 годам, соответственно, я пришла абсолютно разрушенным человеком. Врачи от меня просто отказались, потому что они разводили руками, говорили им, Снежана, ну мы не знаем, что делать. Гормоны ты пьешь максимальную дозировку, повышать уже некуда, потому что печень и почки и сердце уже отказывают. А вырезать там щитовидку больше нечего вырезать. То есть мы не можем воздействовать на причину. И фактически по тому состоянию организма, которое было в тот момент, ну вот в спокойном состоянии, представьте себе, я лежу на кровати, у меня пульс 120 и выше зашкаливает. Вот. Состояние такое, что ты ходишь с шаркающей походкой не потому, что ты блатная, а потому что у тебя просто сил нет ноги поднять. Когда ты в 9 часов только до подушки вечера, и ты сразу вырубаешься. На следующее утро ты встаешь в 8 часов утра, ну вот такое ощущение, что ты вообще не ложился спать. И вот это вот состояние, вы знаете, вот дикая головная боль, и вот все бесит. Депрессия, это вот мягко сказано, вот просто все бесит. Я, наверное, жила в состоянии этого ретроградного Меркурия постоянно. Когда я вышла из этого кабинета со слезами на глазах, понимая, что врач мне сказал, что два года это максимально, я представила не себя. Мне было уже на тот момент все равно, в таком состоянии, в каком я находилась, жить не хотелось. Но у меня было двое детей, и ради них я считала, что мне стоит жить. И врач вышла, обняла меня и сказала, Снежана, официальная медицина – это не все. Ищи альтернативу. И вот, в принципе, на сегодняшний момент то, о чем я разговариваю с людьми, это пошло все с благословения официальной медицины, с благословения вот того самого моего врача-эндокринолога, которая сказала мне, Снежана, иди и ищи. И мои поиски долгие, они начались уже почти 20 лет назад. Они привели меня к компании Порал Клаб, потому что я уже тогда поняла ценность воды, насколько сильно это влияет. То есть на сегодняшний момент мне 49 лет, а в этом году 50 уже будет. Но я чувствую себя лучше, чем тогда, когда мне не было еще и 30. Сейчас у меня просто вот состояние, я зубами занимаюсь, поэтому легкая отечность, не обращайте на меня внимания на это. Но вообще я считаю, глядя в зеркало, что я просто красотка. Вот. Поэтому хочу вам рассказать, что когда я пришла в компанию Порал Клаб и начала здесь употреблять живую воду, я стала получать просто сногсшибательные результаты. И мне мои учителя говорили, Снежана, тебе нужно подойти к очистке организма. И я как-то не могла ассоциировать себя и очистку кишечника. И когда мне говорили про Калаваду, я ее купила для себя в мозгах. Я ее другим людям продавала, но я ее не начинала. Я думала, знаете как, ну как, у меня такой серьезный диагноз, у меня столько проблем, у меня чуть ли не инвалидность там уже стоит, от которой я просто сама отказывалась. Нет, я не могу Калаваду начать. Я целый год откладывала это приятное мероприятие. И мне постоянно спонсоры говорили, Снежана, пройдя Калаваду, ты испытаешь ощущение легкости и полета. Можно мне первый слайд поставить? А я такая думала, господи, о чем вы говорите? Какой легкости, о каком полете. У меня появилось чуть больше энергии благодаря воде коралловой. Я уже рада. Но чтобы еще больше, но это не про меня история, мне очень фигово. И вот здесь на первом слайде вы видите вот эту картинку. Я поставила специально фиолетовый цвет, потому что я такая, как сказать, космическая девушка в плане того, что я очень сильно изучаю жизни звезд. Не в плане астрологии, а в плане астрономии. И мне нравится фиолетовый цвет. И вот здесь вы видите бабочку и телефоны. Почему такое сравнение? Потому что бабочка – это такое некое перерожденное существо, которое именно полет. Вот это ощущение легкости полета. А телефон, потому что очень наглядный пример. Смотрите, когда вы покупаете новенький телефон, он у вас просто летает. Но через некоторое время вы начинаете забивать его память. Каким образом? Фотографии, соцсети, в интернете поисковая строка, игры какие-то вы туда устанавливаете. Все это откладывается, откладывается, откладывается в памяти. И через некоторое время вы начинаете понимать о том, что ваш телефон начал тупить. Ничего не напоминает? Вот когда у меня такое состояние, что я начинаю что-то тупить, я что-то не понимаю. Я сразу раз так думаю, так, надо очистить. Очистить память и очистить кишки. Потому что, знаете, моя мама всегда говорила, она была юмористка по жизни. Она говорила так, прежде чем лечить башку, надо вычистить кишку. Хотя я уже попозже добавила к этой фразе другую часть, что прежде чем лечить кишку, надо вылечить башку. Вы меня простите за эти слова, но наш русский народ очень любит вот такие вот красивые слова, которые ярко описывают ситуацию. Потому что если вы в голове своей не поймете, что вся ответственность за здоровье лежит на вас, и ваше здоровье начинается в вашем кишечнике, вы никогда не приступите к очистке организма и к пониманию того, зачем это нужно. Поэтому я всегда говорю, сначала вы должны со своей головой разобраться и понять, что путь к здоровью начинается а с чистой воды. Мы напоили себя, мы почистили пространство вокруг нас, вокруг клеток, то есть водное пространство, мы на 70% состоим из воды. Следующий шаг – обязательно нужно почистить нашу, скажем так, желудочно-кишечный тракт, через который к нам поступает пища. Обязательно нужно почистить печень, почки, лимфы. И вот здесь на помощь приходит нам наша программа Калавада. Можно следующий слайд? И хочу поговорить более подробно вот на какую тему. Смотрите, вот здесь на картинке с правой стороны вы видите кишечник в разрезе. Вот так он выглядит в идеале. Ну, можно сказать, это кишечник ребенка, только-только-только новорожденного, ну, либо человека из Калавого клуба, который почистил Калавады своей кишки. Кстати, могу сказать про себя, что я на сегодняшний момент за 17 лет, сколько я в Калавале, сделала более 40 Калавад. Я уже сбилась со счета. Я только за последний год я их сделала больше шести, представляете? Вот. И, кстати, хочу сказать, что когда я пошла на свою первую Калаваду, все-таки я ее сделала. Вы знаете, вот поймут меня сейчас женщины, которые были когда-нибудь мамами, да? Вот когда я рожала свою первую дочку, у меня было такое состояние. Вы знаете, я, ну, честно вам признаюсь, я ненавидела весь свет. И мне казалось, эта боль, которая адская меня сопровождала во время родов, что я никогда в жизни к себе мужа не подпущу. Потому что, ну, вот считала, что он источник всех моих вот этих вот бед и вот этой причины боли. Но когда из меня вышло детское место, я почувствовала такое ощущение легкости, как будто вот, ну, я не знаю, что-то такое покинуло меня. И когда мне принесли мою дочку, я увидела эти голубые глаза, я поняла, что и мужа люблю, и мир люблю, и всех остальных люблю, да? И больше того, я потом пришла еще и за вторым малышом в роддом, и второго родила. Вот, но с Калавадой была такая же история. Когда я пошла на свою первую Калаваду, вот такая больная, на гормональной терапии, и начала ее проходить, мне было очень плохо. У меня было ощущение, что меня придавили плитой. Но мне мои спонсоры сказали, чем хуже, Снежана, тем лучше. И когда закончились вот эти 14 дней Калавады, первое, что я испытала, вот как будто из меня вышло детское место, и вот это ощущение легкости и полета. Почему так произошло? Вот к этому слайду возвращаемся. То есть вот это с правой стороны, вот этот вот кишечник, да? То есть это в разрезе, когда человек прошел много Калавад, либо маленький малыш. Все ворсинки вот с левой стороны, вот эти вот маленькие, видите, это такие вот, то, что покрывает наш кишечник. Если эти ворсинки взять и вот так вот линейку выставить, то это будет теннисный корт, либо это будет 7 километров, вот если в одну линию совсем выставить. Представляете, сколько ворсинок в вашем кишечнике. Но со временем вся та пища, которую мы употребляем, ну вот представьте себе, что вы никогда в жизни не чистите зубы. Вот какой налет будет на ваших зубах? Вот в принципе то же самое происходит и с нашим кишечником. Только в зубах у нас слюна все-таки периодически каким-то образом зубы нам очищает, и мы там водой можем это прополоскать, то в кишечнике этого не происходит. Там все гниет при температуре 36,6. Все в этих волосках застревает. Знаете, как у мужчин на бороде еда, когда они кушают, падает иногда в бороду, все там застревает. Вот. Поэтому в кишечнике то же самое. Вот. И наш кишечник со временем превращается... Следующий слайд, пожалуйста, можно? Можно вот в такое вот серое, забитое... Ну вот, а волоски – это то, с помощью чего наш организм всасывает в себя, скажем так, все питание, которое мы ему даем. И если кишечник состоит вот из таких волосков, знаете, существует книжка «Умершим доктора не врут». Рекомендую всем почитать, ее можно скачать и на тонюсенькой, там всего на 20 или 30 страниц. Там ветеринар рассказывает про то, что мы живем в потрясающее время, когда у нас нет проблем с едой, но тем не менее люди умирают от голода. Они становятся толстыми, но при этом недостаток питательных веществ. Он назвал нас нацией, американцев, русские нации, голодающих обжог. То есть мы углеводами пустыми забиваем себе кишечник, забиваем вот эти волоски. Вот, пища проходит транзитом, то есть зашла через ротик, через попу вышла, а в клетки ничего не попало. Просто невозможно. Вы сдаете мочу, она у вас с витаминами, а тем не менее клетки не получили ничего, потому что всасывающие способности вашего кишечника, они на нуле. Соответственно, смотрите, у нас с вами вода впитывается тоже в нижнем отделе кишечника, толстой кишке вот в этой, да. И если такие ворсинки в вашем кишечнике, а вода через них проходит, то представьте себе, какую воду мы пьем. То есть такое ощущение, что мы ее пьем из помойной лужи. То есть она такая чистая, очищенная, дошла до нашего кишечника, и пройдя через вот эти вот слои, которые есть на кишечнике, просто взяла и все эти токсины из кишечника понесла к нам в кровь. Почему вот такая взаимосвязь больная голова и кишечник? Вот отсюда. Потому что эти токсины из кишечника, проникая через стенку, через гну с водой, разносятся по всему организму. Обратный процесс происходит точно так же, вы не переживайте. И вот здесь я нарисовала еще, то есть вы видите, да, во что превращается наш кишечник. Тем более, смотрите, вы же наверняка видели раковину у себя дома. И наш кишечник – это вот не вот такое поле, как я вам нарисовала. Это вот такая вот часть, посмотрите, анатомический атлас, в котором вот этих дивертикул завернутых такое огромное количество. Вот как колено под вашим умывальником. Если вы его хоть раз чистили, видели этот запах какой там, то есть а там еда и вода 36,6, да, но почему-то все это превращается в черную, грязную, вонючую жижу. Вот в нашем кишечнике таких дивертикул, таких коленок, знаете, сколько? Дофига, простите, опять мне за мой французский. Вот. И вот с левой стороны я вот здесь нарисовала цветочек, представила. Почему? Потому что, знаете, мне повезло, у меня есть знакомый косметолог-мужчина, которому далеко за 50, выглядит просто фантастически потрясающе, и он очень часто вот такой термин применяет к людям, у которых, ну, скажем так, девственно нечистый кишечник. То есть они его никогда в жизни не чистили. Таких людей очень хорошо можно увидеть в обществе, потому что эти люди страдают, как правило, прыщами. То есть кожа начинает через себя выводить токсины, потому что через кишечник она уже не справляется. И вот этот мой косметолог, он говорит, такие люди обычно цветут. То есть, наверное, вы слышали такое понятие. Причем самое интересное, что токсины начинают покидать организм, потому что кишечник тоже забивается, он не справляется вот с тем объемом токсинов, которые должны выйти из организма. И у организма один вход, это наш ротик, куда мы запихиваем пищу, а выходов у нас пять. То есть кишечник и уретра, то есть как мы писаем, это естественные нижние выходы. У нас есть еще дыхание, у нас есть еще пот и есть еще насморк. Если когда нам токсины через верх пошли, то они иногда и через нос выходят. Поэтому если у нас не справляется кишечник с выведением токсинов, всегда подключается кожа и пот. И вот у меня, например, был свекр, царствие ему небесное, умер 45 лет. Вообще просто такой был чистюля мужчина, вы не представляете. Он принимал душ каждое утро, каждый вечер. Он никогда не одевал рубашку дважды. У него было по каждой неделе цвет рубашки. Он был главным инженером на заводе, и мужчины всегда шутили. Какой сегодня день недели? А посмотри вон на Михалыча, он сегодня в оранжевой рубашке, значит, сегодня пятница. То есть все знали, в какой день недели, вот прям определяли по его рубашке, понимаете? Но тем не менее мы дома всегда знали о том, что он пришел. Мы жили в частном доме, он был достаточно большой. Мы не слышали, как открывалась дверь, но мы чувствовали аромат. Он разувался, и вот этот аромат мужских ботинок, понимаете, он разносился по всему дому. И когда я говорила Сереже, Сережа, ну почему такой запах? Я говорю, не дай бог у тебя такой же будет. Он говорит, ну это наследство, у нас все мужчины в роду так пахли. И я долгое время думала, что это действительно наследственно, ребят. Но я вам хочу сказать, что когда я познакомилась с Калавадой, мои мужчины, вот у меня есть муж, сын, зять, они не пахнут так, не воняют, понимаете? Почему? Потому что пот чистый, потому что мои мужчины проходят Калаваду. Это очень сильно влияет на многие вещи. Я чуть попозже вам расскажу, на что еще влияет этот мужчина. Но пока вот про запах и про цветение запомните. Это очень четкая взаимосвязь. Следующий слайд, пожалуйста. Но прежде чем мы перейдем к тому, что такое Калавадо и как мы этим занимаемся, давайте поговорим вообще, а что существует, какие способы очищения кишечника. Может быть, мы-то такие сидим умные, что-то придумали, чтобы сделать себе товарооборот, чтобы вас на деньги развести. На самом деле это не так, ребят. Потому что я заинтересована результатами людей. И очищение организма было придумано не нами. Испокон веков вообще на Руси люди всегда знали, что это такое. Например, у нас, например, на Руси было так. Прежде чем построить дом, строилась сначала баня. И потом уже строился дом. У нас на Руси люди любили баню. Это лимфоочистка. У нас на Руси всегда существовали посты. Что такое посты? Это когда ты вроде как бы молишься Богу. То есть это основная цель поста. В этот момент отказываешься от пищи. Ешь только легенькую пищу. И вроде как мыслями о Боге. Но на самом деле в этот момент наше тело, как правило, самый большой пост приходился на конец зимы, начало весны. Это тоже как бы очень просчитано было. Потому что еда заканчивалась у крестьян. Все равно есть было нечего. Все переходили на очень скудную пищу. То есть вот эта некая голодовка такая, аскеза, помогала просветлять мысли, помогала очищать наш организм. Сегодня, вы знаете, я очень мало знаю людей, но по крайней мере среди россиян, людей, которые больше относятся к христианству. После того, что мусульмане, они в этом плане пожестче. У них все равно они держат посты жестче. Христианство же, знаете как, держит пост, возможно, последнюю неделю перед Пасхой. Я не говорю, что все, ребята. Есть те, которые прям постятся как надо, ребята. Но среди моих знакомых, если взять огромное количество людей, я таких людей могу по пальцам пересчитать. Как правило, это люди, которые воцеркленные, которые ходят в церковь. Вот, не так их много. Я вообще, вот знаете, не про религию сейчас. Я сейчас про физиологию. Поэтому многие люди, уже понимая, зачем нужна очистка, начинают это делать с помощью, например, диет каких-то своеобразных. Но в диетах тоже есть много загвоздок. Если вы это делаете периодически не с целью того, чтобы почистить свой организм, а с целью того, чтобы похудеть. Например, очень многие женщины садятся на кефир или на гречку. Вы понимаете, вы свой организм в такой стресс гоняете, когда он запоминает состояние, нет питательных веществ. И когда вы начинаете кушать, у организма свои мысли, он думает, вдруг эта дуру снова есть перестанет. Дай-ка я запасу питательных веществ немножечко побольше. И, как правило, все диеты заканчиваются тем, что набранные килограммы всегда возвращаются, приводят с собой еще и дополнительные килограммы. На всякий случай вдруг вы вздумаете снова на гречку сеть. Поэтому с годами эти диеты перестают работать. Знаете, как в той песне, я про себя иногда шучу, мне уже далеко за 40, я уже знаю все диеты всевозможные, и я знаю точно, что диеты не работают. Даже кето-диета, если вы ее применяете долго и неправильно, не занимаясь подпиткой организма, тоже приводит к плачевному состоянию. Но это отдельный разговор, мы, кстати, об этом поговорим завтра. Сегодня я хочу еще поговорить про очищающие чаи. В свое время, в 90-х годах, у нас была летящая ласточка, был морозник. Я знаю, как многие селебрити, артисты подсаживались на этот морозник. Я также знаю много очень, скажем так, смертельных случаев, потому что морозник – это тот еще продукт, который потом под большим запретом вообще вы в аптеке нигде не найдете. Но очищающие чаи остались, и там происходит за счет чего, скажем так, похудение? За счет того, что вы просто с унитаза слезть не можете. Тем не менее, когда чай перестал действовать, вы снова начинаете набирать свои килограммы, ничего в вашем организме дальше не случилось. Очищение по Малахову. Ну, те же самые клизмы, те же самые ванночки скипидарные. Вы знаете, имеет место быть, пробовала, повторить не хочется. Очищение по Семеновой. Что это такое? Ну, если наберете, погуглите, да, очень хорошая система, 28 дней. Желательно делать ее в санатории. Если нет такой возможности, вы это делаете дома, стоит бешеных денег. Но смысл в том, что помимо очистки кишечника, вы еще и избавляетесь от паразитов. Про паразитов вообще тема очень долгая, длительная. Я вкратце коснусь этой темы. Скажу вам о том, что паразитов нет цели убивать нас. В переводе с латинского это переводится как сатропезник, да. То есть у него есть задача использовать наше тело как домик для себя. Ну, а что, умные люди, товарищи, да, не люди, извините, существа, которые живут при температуре 36,6 круглого год, да. Всегда есть еда на блюдечке. То есть они живут чаще всего в кишечнике. Представьте, мы съели первую клубничку и думаем, вот мы сейчас получим витаминки. А нет, у нас на входе сидит товарищ, которому надо кормить свою семью. И он быстренько эти все витаминчики сначала себе заберет, а потом по остаточному принципу, может быть, вам что-то отдаст. Кстати, причин на теле – это в том числе еще и наличие паразитов в организме, да. Потому что вам нужно мало того, что токсины собственного организма убирать, которые у вас вырабатываются каждый божий день, вот, вам нужно еще и убирать токсины за вот этими товарищами, потому что в туалет они ходят тоже в вас. Вы для них являетесь и рестораном, и унитазом. Они же не выходят из вас ночью пойти в туалет сходить и потом обратно зайти. Нет, они все у вас сидят и все продолжают делать, да, все, что надо. Вот, и я знаю, у меня очень много знакомых людей, вы сами понимаете, столько лет заниматься здоровьем, среди разных специальностей врачей есть люди, которые занимаются проблемами кишечника. И вот они делают операцию, я говорю, слушайте, как, вы что, никогда не видели этих паразитов? Они говорят, ну что, видели. Или а что делаете? Убивайте их, давите, что вы с ними делаете, как таракан? Он говорит, по носу щелкаем, они убегают, мы продолжаем дальше. Вот, и, кстати, знаете, вот про перестеночное отложение, если к следующему, к предыдущему слайду вернуться, то вот эти же врачи мне рассказывали, что для того, чтобы почистить кишечник от этих пристеночных отложений, им иногда вот они операцию делают на кишечнике, им нужно взять пункцию, да, то есть клетки кишечника. И они ножом, скальпелем пытаются это счистить. Это не такая простая задача. Вот, дальше что? Ну, про клизмы вообще, сейчас пока не буду говорить. Если люди увлекаются клизмами постоянно на длительной основе, я считаю, что это немножко противоестественно. Потому что все, что у нас в рот вошло, должно естественным способом выйти из кишечника. Вот, я за то, что иногда, как скорая помощь, это возможно применение, но на постоянной основе нет, ребят, это все-таки противоестественно. И дальше гидроколонотерапия. Что я вам хочу про нее сказать? То, что, вы знаете, опять же, много у меня знакомых, которые проходили, есть знакомые, которые делают гидроколонотерапию. И вот если говорить с теми, кто делает, проблема в том, что та вода, которой они пользуются, не всегда идеальна. А с теми, кто проходит гидроколонотерапию, был бы человек, который вернулся из санатория после гидроколонотерапии, решил сделать коловаду. Ну, как-то так совпало. И когда он увидел, что из него выходит, он говорит, боже, я за что деньги отдал в санаторий, да, то есть за эти клизмы и за все остальное прочее, за эту гидроколонотерапию. Вот такая вот история. Потому что гидроколонотерапия под большим струем вымывает вам все, в том числе и вашу микрофлору кишечника. Но нет времени во время этой процедуры, чтобы эта вода оказалась внутри кишечника и разжижила вот те пристеночные отложения. А если они прилепились к вам намертво, ну, никаким способом вы их оттуда, ну, вот даже крупной сильной струей воды, ну, не вымойте оттуда, понимаете. Вот. Наша коловада, то, что мы предлагаем чуть попозже, она работает немножко по другому принципу, я остановлюсь на этом. Следующий слайд, пожалуйста. И вот у меня возникает вопрос, вот потому что я вам рассказала, ну, кроме бани, в баню я хожу с удовольствием, да. Комфортно ли это, то, что говорят, диеты, гидроколонотерапия, ложиться в санатории, там нам долгое-долгое время. Вот почему я об этом вот еще хочу пример привести. Знаете, у меня есть очень хороший знакомый, мужчина состоятельный, деньги есть, и он очень сильно за собой следит. И каждый год в январе месяце он ездит в Индию на ретриты. Это стоит примерно около 300 тысяч. Две недели он тратит на то, что он там мало кушает, там горстка риса, пьет масло оливковое, в день у него две клизмы, вот много воды он пьет, ну, их там массаж делают и медитируют. И, естественно, что приезжая оттуда, у него кожа, как у младенца. Вы не писаете, просто аромат этого мужчины стоит такой, что просто ты голову теряешь. Но, тем не менее, первое, 300 тысяч, нужно потратить отпуск на то, что тебе будут делать клизмы. Я человек свободный, давно уже, ну, нигде не работаю, мой график зависит от меня, и я, в принципе, могу работать где угодно. Хоть в Турции, хоть на Бали, хоть дома, хоть в Москве, ну, я живу в самом Воронеже, ну, где угодно. Главное, чтобы у меня был телефон с собой. Все. И интернет. А муж у меня, нет, муж у меня до сих пор работает на обычной работе, и у него отпуск по графику. Мы его и так делим на два раза в год, и я подгоняю свой график под его график, да, чтобы вместе с ним отдохнуть. И как вы думаете, хочу ли я свои две недели отпуска потратить на то, чтобы мне делали клизмы? Ну, честно могу сказать, нет. Вот другой мужчина, там у меня тоже знакомый, есть тоже состоятельный, он тоже тратит свои две недели отпуска, он ездит в санаторий у нас здесь, в Воронеже. Вот. Очень хорошо себя чувствует после этих санаторий, но еще раз хочу сказать, что две недели отпуска, как минимум, и это стоит по нынешним ценам, раньше это стоило около 60 тысяч, сейчас это стоит гораздо дороже, цены выросли. Вот. Дальше. То есть, если про меня говорить, во время отпуска мне хочется наоборот, знаете, не диету соблюдать, а наоборот какие-то изыски кушать, много разной вкусной еды. То есть, я еду на онклюзив, отъедаюсь там, набираю лишние килограммы, отрываюсь по полной, а потом после онклюзива приезжаю и сажусь уже на коловаду. То есть, у меня наоборот работает все. Я знаю, что большинство людей в Корале, мы очень часто путешествуем, мы очень часто ездим на вот эти онклюзивы, на наши события, и чаще всего мы коловады делаем после нашего отдыха. Так, следующий слайд, пожалуйста. Вот. Можно мне следующий слайд? Так, и вот мы подошли непосредственно к той самой коловаде. Легкий, комфортный способ очищения организма. Прежде чем я про нее расскажу, хочу сказать вот что. Официально в медицине существует 29 тысяч диагностей. И я вам сейчас раскрою тайну, от которой, возможно, вы просто упадете. Присядьте, короче. Оказывается, что 90% этих диагнозов это не врожденные диагнозы, это приобретенные. А если они приобретенные, значит, их можно исправлять. Понимаете? Что такое приобретенные, скажем так, диагнозы? Например, когда я вот в то время, до 30 лет ходила по врачам, так случилось, что в моей семье все женщины, по моей линии, и мама, и бабушка, все умерли от онкологии. И когда я пришла к врачу, мне говорили, у вас плохая наследственность, вы тоже предрасположены к раку, вы тоже этим заболеете. А если у вас в семье кто-нибудь головой проблем защитает, я говорю, да, у тети, значит, у вас тоже по наследственности это все передали. Ко мне пришла подруга со слезами на глазах. Я говорю, что такое? Она говорит, я тут выяснила, что у меня плохая наследственность. Я говорю, в смысле? У меня мама, бабушка и прабабушка все болели с сахарным диабетом. Это что же, мне тоже с сахарным диабетом придется заболеть? А я не хочу. Так вот, ребята, у меня для вас хорошая новость. Все это неправда. Наследственность, потому что ваша мама и бабушка болели болезнью, значит, вы заболеете 100%. Это не так. Это лишь говорит о том, что в вашей семье были определенные привиты привычки пищевые и поведенческие, которые приводят в результате к той или иной проблеме. Понимаете? И если изменить эти привычки, то, в принципе, вы можете поменять на все. Если бы, например, я следовала тому, что говорят врачи, в моей семье онкология, то меня бы уже давно здесь бы не было, я бы с вами не разговаривала. Моей маме было 36 лет, когда она умерла от онкологии. Понимаете? Но я начала изучать эту тему. И я поняла, что есть пища, которая закисляет организм. И вот, например, что такое предрасположенность с сахарным диабетом? Наверняка, вот я у этой девушки спрашиваю, я говорю, скажи, вот у тебя в семье какой способ питания? Вы наверняка любите пироги по праздникам. Мама, папа, ой, мама, папа, мама, бабушка и прабабушка наверняка кулинарки, и у вас есть какой-то особый рецепт. Она говорит, да, ты не представляешь, у нас такой шикарный есть рецепт яблочного пирога. Мы каждый день, утром бабушка встает и быстро готовит, пока мы все на работу собираемся, просто пальчики оближешь и так далее. То есть, ребят, если мы повлияем на наши с вами привычки и их изменим, то у нас огромная вероятность того, что мы не повторим путь наших родителей. И вы знаете, приведу еще такой пример по поводу пищевых привычек и зависимости. Я летела в самолете последний раз, предпоследний, и мне так посчастливилось, в кавычках, со мной на кресле посадили женщину, которая весит около 120 килограмм. Я молчу про вес, я молчу про то, что он заняла половину моего кресла в самолете, знаете, это как бы отдельный разговор. Меня возмущение вызвало другая часть. Понимаете, сказать таким людям, что вы жирно идите, занимайтесь своим весом, это, ну, как бы считается моветон неправильным. Но когда я шла с стюардессой и спрашивала, я сначала подумала, что она больная там какая-то, ну, кто я такая, чтобы ее судить, да, ну, вот у лишнего веса человека. Но идет стюардесса, подходит к нашему креслу и говорит, скажите, пожалуйста, будете что пить? Спрайт, колу или воду без газа? Она говорит, колу. И пока мы летели, она выпила две бутылки Кока-Колы, понимаете? Почему же за все это время я выпила, например, каждый раз, когда ко мне подходила стюардесса, я говорила, воду без газа, пожалуйста. И вот осуждать эту женщину невозможно. Почему? Потому что избавиться от вот этой углеводной зависимости, некоторые специалисты говорят, что гораздо сложнее, чем избавиться от никотиновой зависимости, от зависимости наркомана, потому что мы сидим на вот этой игле сахара очень конкретно и очень давно. Так вот, программа Калавада, она позволяет с этой иглы слезть, ребят. Вот я, сидящая перед вами девушку, до 30 лет вообще просто я не представляла, что такое чай без сахара. Я не представляла, что такое, ну, где не съесть шоколадку. Я не представляла, что такое без печеньки, без пряников. У меня была такая тоже знакомая девушка, которая говорила, я у нее говорила, скажи, пожалуйста, кого ты любишь. Вот представь, ну, существо, вот самое любимое, собачка, ребенок там, я не знаю, кошечка, вот чтобы вызвать состояние любви, она говорит, пряники. Вот я таких людей очень много знаю, потому что я сама такая была, я была на этой углеводной зависимости. И вот благодаря вот этой программе Калавады я с этой зависимости слезла. Не с первого раза, ребят, где-то с Калавады, наверное, четвертой, пятой я начала понимать, что меня не очень сильно тянет на шоколадку, что у меня шоколадка осталась, знаете, раньше я ее в день целую съедала, а так у меня за неделю может быть одна уходила. Вот. И вы знаете, очень часто люди говорят, что здоровье за деньги не купишь. Я вам хочу сказать, что в свете последних вещей купить можно за деньги, просто покупая нашу Калаваду. Наша Калавада, давайте следующий слайд, стоит не огромных денег, но то, что она дает в нашем организме, стоит гораздо больше. разработчик этой системы, доктор Альберт Зерр, это специалист в области биохимии, диетолог, он использует самые передовые технологии, секреты травмников старших поколений, то есть человек, который номинировался на Нобелевскую премию, это не просто там хукры-мукры, да, он использовал опыт своих предков, он травмник в третьем поколении, но у него есть высшее образование, он работает в институте разработки питания, человек, еще раз повторюсь, имеет много докторских диссертаций, и он 30 лет шел к изобретению этой коловады, уже 40 лет эту коловаду употребляет весь мир, и мне повезло, следующий слайд, пожалуйста, я знакома с этим человеком лично, и я могу сказать, что я летаю по миру очень много, и каждый раз, прилетая с самолетом, мне нужно какое-то время, чтобы прийти в себя, не знаю, то ли вестибулярный аппарат, то ли я отекаю, то ли еще какие-то вещи, но в общем-то мне перелеты даются тяжело, а Альберт Зер приехал к нам на мероприятие, которое у нас было в Москве, и приехал, прилетел из Америки, он 12 часов был в полете, и он, не заезжая в гостиницу, вышел на сцену бодрячком, вот этому человеку уже скоро будет 90, вот скажите, вот видно по нему, рядом с ним жена, она 3 года моложе, и он сказал, что все, что я делал, я испытывал на собственной жене, видите, жена живая, здоровая, вот, и он рассказал такую историю со сцены о том, что он каждое утро имеет привычку выходить на улицу, попить кофе со свежей газеты, и к нему подсел мужчина лет 60, высыпал гору таблеток, и спросил у него, о, вы тоже кофе по утрам пьете, скажите, а что вы принимаете для того, чтобы поддерживать себя в таком возрасте так хорошо, и Альбердзер сказал, что я ничего не принимаю по утрам, кроме обнимашек своей жены, и вот я сейчас пытаюсь, что мне посчастливилось быть знакомым с этим человеком, и я к нему подошла, спросила у него, через переводчика, конечно, я, к сожалению, не владею английским языком, скажите, Альбердзер, как часто можно употреблять коловаду, и он мне рассказал о том, что сам он на этой коловаде чуть ли не каждый месяц, то есть у него две недели на коловаде, две недели без коловады, сделав я круглые глаза, говорю, как так, а он говорит, ну, понимаете, чем чаще вы проходите коловаду, тем чище ваш кишечник, вы практически не испытываете дискомфорта, и я с ним согласна, потому что, когда я делала свои шесть коловад, вы знаете, я практически даже не испытала легкой головной боли, последняя шестая коловада, которую я делала, она пролетела так, как будто я не делала, коловаду, и я уже давно на коловаде не теряю вес, но то, зачем я ее делаю, это всегда помощь моему кишечнику и моему организму, чтобы восстановить его, и вы видите, здесь цена 90 долларов, понимаете, то есть это настолько минимальная цена, то есть то, что я называла, там 300 тысяч, да, там съездить на литрит в Индию, там 60 тысяч на санатории полежать, да, здесь всего лишь 90 долларов стоит эта коловада, вот, и если, например, мне прибавить еще, то какие вещи, которые усилят, это попозже вам девочки расскажут, то вы получаете тот самый санаторий на дому, который не будет вас отвлекать от вашей работы, и вы можете свой отпуск потратить на то, чтобы оторваться по полной, а не делать клизмы. Следующий слайд, пожалуйста, как работает наша коловада, вкратце хочу рассказать, да, вот здесь вот, вы видите наверху, вот верхний слева, это кишечник у мужчины, который простаты болеет, да, и вот после приема коловады, смотрите, как очищается, делали гидроколонотерапию, вот, когда один раз, два раза вот слева, вот внизу, да, а справа внизу, это когда вы постоянно делаете коловаду нашу, периодически, как часто, ну, раз в полгода желательно, раз в год обязательно, вот, и программа коловада плюс, это эффективная комплексная программа, которая способствует, ну, вот полной очистке организма, кишечника, не путайте, пожалуйста, с детоксом, это разные немножко вещи, это как будто вот, детокс, это, знаете, это помыть полы, а коловада, это генеральная уборка, когда надо шкафы отодвинуть и все вытащить, да, вот, не нарушая при этом привычный ритм жизни, и не вызывает чувство дискомфорта, но может быть, может вызвать дискомфорт, когда вы это делаете впервые, вот, дальнейшие коловады, они так, ну, так не действуют, и то, что вы получаете, вот я вам говорила про свекра, да, когда запах, вот, я хочу сказать, что у нас после коловады у всех меняется запах тела, и, знаете, есть такое понятие феромоны, вот носом, как ароматом, вы их не почувствуете, но на уровне мозговой, да, то есть инстинкта, вот этот запах чистого тела, он начинает к вам привлекать, я, знаете, ну, интересуюсь очень многими вещами, я знаю, что, например, раньше, там, в начале прошлого столетия, когда женщины еще не пользовались духами, то они мылись просто обычным мылом, вот этот запах свежего тела, мужчины просто сходили с ума, они ходили к женской гимназии, для того, чтобы просто понюхать этот запах, кстати, хочу здесь остановиться еще момент, время знаю много, но остановлюсь, французы были изобретателями духов, потому что французы никогда не мылись, у них это, в принципе, было не в их нации, и, вы знаете, существует, что две версии Версаля, первый Версаля, второй, почему построили второй Версаль, потому что первый Версаль, не было канализации, французы как бы, ну, позже начали к этой технологиям приходить, и они в туалет ходили во двор, и закакали настолько сильно, что просто смрад стоял такой, что там на несколько километров подойти к Версалю было невозможно, знаете, как в том анекдоте, когда на туристическая поездка выходит из лагеря, мужчина хочет в туалет сходить, заходит в лес, и говорит, ну, что же за люди такие, тут, извините, насрали, тут насрали, тут насрали, вот тут, кажется, почище, вот тут я и сяду, да, вот, и вот французы точно так же, и когда уже просто было невозможно ходить в этой жиже, просто взяли и приняли решение, что нужно построить следующий Версаль. И я вам хочу сказать, что русские люди со своими банями, вспомните Градемарины вперед, когда боярского француза, типа, пытались наши бани помыть, мы не болели чумой, потому что россияне всегда, русские люди духом, да, всегда мылись, всегда были чистоплотными, вот, а французы, к сожалению, нет, но вы знаете, это не только к французам относится, вообще к Европе, потому что даже в начале прошлого века люди еще, когда делали операцию во время Первой мировой войны, переходя от одного пациента к другому, вот к тому же вот разрезали, пулю вытащили, да, руки даже не мыли, переходили к другому, то есть не было понимания, что есть вирусы, бактерии, некробы, вот, а потом, когда все это узнали уже, конечно, ввели гигиену, а нам сейчас вирус, который гуляет на планете, вообще научил нас мыть руки не только после туалета, но и до туалета, потому что за причиндалы беремся грязными руками, вот, так вот, пройдя нашу программу Калаваду, вы знаете, запах тела меняется, вы начинаете пакнуть по-другому, пот становится совсем другой, даже на надобность дезодорантах она отпадает, вот, следующий слайд, пожалуйста, и у этой программы есть вот такой официальный диплом, это от Министерства здравоохранения Российской Федерации, как лучшая оздоровительная технология очищения организма от токсинов и шлаков, следующий, пожалуйста, слайд, и здесь хочу сказать, что вот эти 14 дней Калавады, которые вы пройдете, первый этап – это подготовка, второй этап – это непосредственно самоочистка, третий этап – выход из Калавады, это самое лучшее, что вы можете дать своему организму, действительно, вы испытаете ощущение легкости полета, вот эти ворсинки, которые внутри вас, когда я говорила, гидроколонна под струей, не может это все очистить, вот эти 7 дней подготовки, понимаете, что делать, они разжижают пристеночные отложения, и уже на самом этапе очищения мы пьем глину Калин, которая в 40 раз увеличивается в объеме, и когда она попадает в кишечник, она все вот эти пристеночные отложения, как губка в себя впитывает, и естественным путем все это отправляет на выход, поэтому наши ворсинки после вот этой Калин и глины, они становятся снова девственно чистыми, как вот у младенцев, поэтому есть такое сравнение. Следующий слайд, пожалуйста, я практически уже заканчиваю свою тему, хочу сказать о том, что ваш организм вот с левой стороны это до приема Калавады, с правой стороны это после. Я вас уверяю, что если вы хотите вложить куда-то свои деньги, вложите их в свое здоровье, ребят, это самое лучшее вложение, которое окупится вам энергией, здоровьем, вашими идеями, потому что чистые, свежие мазки в состоянии генерировать такие идеи, которые на грязный, замутненный мозг никогда даже в голову не придут, понимаете. Вот. Много еще можем рассказывать чего, но не буду уже занимать ваше время. Хочу сказать только одно. Смотрите, ребят, слайды можно выключать пока, что Калаваду проходить можно в одиночку, но лучше, когда вы объединяетесь с людьми, которые тоже сейчас делают эту Калаваду, и тогда у вас получается гораздо ярче результат. И мы и придумали поэтому такой марафон, чтобы помочь вам его пройти. А что дает наш марафон вам? Вам сейчас об этом расскажет человек, который тоже, как и я, обожает Калаваду, проходил ее не один раз, поэтому она вам сейчас об этом расскажет. Лена, придаю тебе слово, Суботина. Расскажи, что люди получат, если пойдут в наш марафон и вместе с нами пройдут в Калаваду. Спасибо, Снежан, за очень увлекательный рассказ. Я просто заслушалась. Ты правильно говоришь, что я действительно обожаю Калаваду. И я тоже проходила, я перестала считать уже после 20-х Калавады, сколько я их прошла, а сейчас уже больше 30-ти и постоянно прохожу. И также моя первая Калавада была, ну, не сразу я, что называется, купила вот эту очистку кишечника. Я перед этим занималась собой и тоже пила какие-то чаи, правильным питанием. Все это у меня было. И когда я узнала про Калаваду, думала, зачем она мне, зачем чистить кишечник, организм самоочищающая система. Вы знаете, такой хороший, здоровый скептик я была. Но когда я все-таки пошла на первую Калаваду, я получила тот же самый результат, такой же, как Снежана говорит, ну, легкость как будто бы действительно вот как после родов, да, вот организм освобождается от чего-то, и ты вообще-то легкая, у тебя прекрасная кожа, у тебя море энергии. Мои результаты какие по Калаваде всегда? Всегда, когда я прохожу Калаваду, встречаю кого-нибудь из знакомых, мне все задают вопрос, что с твоим лицом? Ты сходила к косметологу, ты сделала подтяжку, что произошло? Белки глаз становятся более белыми, кожа становится более светлой. И у меня, знаете, сейчас быстро расскажу один случай. Я хожу к косметологу, у меня такой продвинутый косметолог, она пишет статьи, преподает в медакадемии, и иногда просит меня быть у нее, ну, таким подопытным человеком. И она попросила меня однажды, говорит, можно сделать УЗИ кожи, мне там нужно для исследований посмотреть, вот кожа женщины там 55+, да, вот что из себя представляет. Я говорю, да, конечно, не проблема, я приду, всегда готова вам помочь. И мы проходили УЗИ кожи, и смотрю, она с УЗИстом переглядывается, и УЗИст говорит, а сколько лет у нас пациентки? Они говорят, там 58 на тот момент было. А я говорю, а что случилось? Прям так все плохо. Они говорят, нет, у вас кожа 19-летней девочки. Вот само качество кожи. То же самое всегда говорит мимо парикмахера, когда я говорю о том, что у меня тонкие волосы, как-нибудь постриги меня так, чтобы их было больше. Она говорит, да, волосы тонкие, но у них очень хорошее качество. Я, говорит, очень редко такое вижу. Это все результат правильного подхода к самоздоровью, в частности, коловады однозначно, потому что после коловады блестят волосы, становится хорошая кожа. И я проходила коловаду много раз, как я уже сказала. Проходила ее одна, проходила ее с поддержкой куратора, один на один, так сказать, и проходила ее в марафонах. И, конечно, самое лучшее, что можно придумать при прохождении коловады, это прохождение коловады в марафоне. Давайте разберемся, почему. Ну, во-первых, когда человек начинает проходить коловаду, всегда возникает много вопросов. Он начинает пить воду, первый раз проходит коловаду, даже не первый раз, может быть, он и второй, третий раз зашел на коловадов сигнал, у него какие-то новости возникают. Включается момент психосоматики, как снежаного-третроградного меркурия, чего только не включается момент, вдруг начинается, что, ой, я не могу пить вот этот вот алтимет какая-то желтая, она не так пахнет. А вот этот вот каскар, от которой ходишь в туалет, может быть, ее можно вынуть, и вот не так много ходить, вот как вот положено, да. И иногда просто клиенты поступают таким образом, вот им не понравился алтимет, они решили ее вынуть, и тебе об этом не сказали. Потом, когда начинаем говорить, я говорю, а у меня там какие-то таблетки остались от коловады, какие у тебя таблетки могли остаться от коловады, там все собрано по принципу синергизма, там нельзя ничего вынуть, выложить или что-то сделать. Она, ну, мне вкус не понравился, я убрала. Сложно вследить вот этот момент, но когда мы в марафоне идем, и там все спрашивают друг у друга, а мне вот этот вкус не нравится, мне вот этот цвет не понравился, и мы подбадриваем, поддерживаем, и объясняем назначение именно этой таблетки, и человек понимает, ну да, действительно, ее ни в коем случае нельзя выбросить. Нужно именно сейчас, в данный момент, ее выпить, да, чтобы получить тот результат, который необходим. Следующий момент. Мы там даем, мы во время прохождения марафона даем много моментов по питанию. То есть, да, есть описание, есть книжечка, лежит инструкция в коловаде, как надо питаться. Но опять же, человек индивидуален, каждый считает, что он индивидуальнее всех индивидуальных, да, и он говорит о том, что, ну, вот это я не ем, вот это я не могу, как это там не есть, я не ем никогда утром. Ну, какие-то вот вопросы всегда возникают, и куратору один на один очень сложно с человеком это отследить. А именно в марафоне он может задать вопрос, что я вот не привык есть вот это, вот что мне делать, а вот замените вот этим. У нас есть целый ряд рецептов, которые будут вкусно, удобно и полезно при прохождении коловады. Следующий момент. Это на коловаде с человеком всегда что-то происходит. Мы между собой говорим, что коловады – это диагноз. У одного начала болеть голова на третий день. Она говорит, нет, я не буду, у меня болит голова. У другого где-то заколола в печени. Третий там как-то не так начал ходить в туалет и ты испугался этого. И он говорит, ну нет, вот мне не подошла ваша школа. Я не знаю, конечно, наверное, это хорошо, но вот мне лично не подошла. И когда вот в этом комьюнити, который мы объединили в марафоне, мы начинаем говорить, это отлично, что у тебя заболела голова, потому что у тебя выходят токсины. Ты добавь больше воды, ты там выпей горяченькой воды, чтобы... Они говорят, выпить таблетку. Я в это время всегда пью таблетки, когда у меня болит голова. Нет, ты выпей там, добавь побольше H500, выпей горячей воды. То есть мягко даем вот эти указания, человек понимает причину происхождения своих вот таких болей и успокаивается. Он не говорит о том, что мне не подошло, а он понимает, что идет глубокая чистка в организме. И все вместе. Один задал этот вопрос, другой постеснялся задать, но у него было то же самое, он понял, что делать ему. Вот эта комьюнити, она дает очень большой плюс при прохождении колобабин. Следующий момент. Людей всегда в марафон приходит много. Вот у нас сейчас в марафоне «Начни с воды» там уже больше ста человек. И кто-то тихо служит, смотрит, выполняет рекомендации, но отмалчивается. Кто-то активно задает вопросы. И мы заметили, проводя эти марафоны, что чем активнее человек, чем больше он задает вопросов, тем лучше у него результат. Вот такая взаимосвязь. То есть будьте активными, будьте пытливыми, задавайте вопросы, получайте на них ответы и получайте, соответственно, свои прекрасные результаты. И еще один момент. Знаете, когда вы приходите один на марафон, ну, во-первых, когда вы приходите не на марафон, вы пьете эту колобаду и думаете всегда, ну, наверное, опять меня развели, я тут один пью эту колобаду, и все на работе косо смотрят, в семье косо смотрят. А когда вы в марафоне, вы понимаете, что вас там сто человек, вы не один такой. И когда вы пришли на марафон, не один, а вы взяли с собой подругу, договорились с мужем, говоришь, слушай, дорогой, вот я иду сейчас на колобаду и будет, у меня особое питание, но вот мне готовить себе, жарить котлеты, а мне на особом питании, это сложно, пошли вместе. И когда вы приходите с мужем, там, с подругой, с семьей, вам веселее, живее, и опять же вы получаете результат семейный. И сейчас, пожалуйста, поставьте мне слайд, я покажу вам, у нас очень много результатов по колобаде, но есть у нас один результат, который нас всех очень радует, восхищает и мотивирует. Посмотрите, Иван Хрипченко, фотография до и после. Человек, который однажды, посмотрев на свой паспорт, и понял, что так дальше жить нельзя, и надо что-то с собой делать. И ему попался на пути коралловый клуб, как всегда, по запросу вселенной все приходит. И от фото до, до фото после у него прошло, внимание, 40 клубов. То есть, ну, понятно, они были не одна за другой, это было время, но, представляете, без вот этого вырезания кожи, да, как многие сейчас там худеют, потом отрезают кожу, без вот этих всех хирургических моментов человек привел себя в такую шикарную форму, не только физическую, моральную. Смотрите, какой грустный, какой позитивный рядом человек, то есть, у него понялась самооценка, оральный дух. И таких примеров у нас сотни. И смотрите, вот все, что возможно о марафоне, я вам рассказала, ну, еще много всяких будет фишек, которых мы просто сейчас не хотим открывать, и, естественно, возникает вопрос, что делать, чтобы попасть на этот марафон. И сейчас я передам слово эксперту, нашему тоже куратору, организатору марафонов, человеку, который тоже прошел огромное количество клават и получил свои прекрасные результаты, Ирине Александровой. Ирина, включай микрофон и расскажи, что надо сделать, чтобы попасть в этот марафон. Все включила, спасибо, Лена. И хочется сказать тоже про вот все о коже, о коже. Я сижу сейчас, рассматриваю себя и ловлю себя на мысли, что уже несколько лет я не использую BB-крем, не использую никакой тональный крем, ничем, ну то есть она становится все лучше и лучше, с каждой очисткой она становится более прозрачной, более светлой. Про пигментацию ну я уже совсем забыла, то есть я забыла, как это было в самом начале, когда мне было там 25 лет и сейчас 41 год и я вижу, что я еще не делала уколы, но она с каждой, ну то есть как бы понимает, да, что это нормально, что с возрастом люди хотят, женщины беспокоятся и идут к косметологу там сделать уколчики. И вот, ну я тоже как бы думаю, что наверное скоро уже наступит такой момент, но кожа становится все лучше и лучше с каждой очисткой, даже еще пока не подключая никакие манипуляции. И по поводу ближе к теме, что нужно для того, чтобы попасть в наш марафон, мы с вами понимаем, что марафон бесплатный и за работу кураторы не берут никаких, никакие деньги, но есть необходимый набор, с которым вы заходите в этот марафон и вот чтобы очистка прошла идеально, у нас есть вот такой набор, я вам сейчас покажу, вы можете для себя запомнить, то есть в коловаде мы предлагаем еще дополнить coral detox, так, коловада я уже купила, собираемся с мужем проходить, потому что мы с мужем обычно заходим на эту очистку коловада, мы еще предлагаем добавить вот такую вот клетчатку, вкусную клетчатку хайфайбер, которая вам может скрасить недостаток может быть каких-то вкусняшек и плюс еще добавить эффект к нашей очистке, потому что это то, что дополняет, то, что может почистить наш кишечник еще лучше. и еще у меня нет коробки, но просто поверьте, что этот продукт, который называется фандетокс, он сможет вам еще лучше, еще эффективнее провести очистку, поможет вам, потому что он будет чистить печень, чистить, восстанавливать, это очень хороший помощник, и вот с таким набором мы с вами можем зайти в наш марафон. Если вдруг сейчас, да, спасибо, Таня, что показала, если вдруг сейчас вы смотрите на набор, и вам как-то кажется некомфортно, может быть, по цене, или, может быть, вы зашли на сайт, уже посмотрели, и в вашей стране вдруг не оказалось какого-то из продуктов, то всегда можно поговорить с вашим личным куратором и проговорить тот набор, который вам будет максимально подходить в вашем случае для нашего марафона. И вы, конечно, получите результат на том наборе, который вы подберете. Про то, что лучше заходить вместе с мужем, с женой в наш марафон мы уже проговорили, но я хочу еще напомнить, потому что, знаете, как бывает, вот заходишь в марафон и начинаешь хорошеть уже не по дням, а по часам, просто становишься все краше и краше, и муж или жена, они просто не могут выдержать такого, такой вашей красоты и вашего преобразования, что они говорят, ну почему ты меня не пригласил в свой этот марафон, я тоже хотел, поэтому сейчас уже подумайте, кого можно было бы пригласить с собой, может быть, это ваши близкие друзья, ваши близкие подруги, позовите и будете вместе на одной волне, и я хочу вас пригласить в этот марафон, он у нас 25 января запускается, мы его начинаем, поэтому подготовьтесь с набором и понедельник, завтра у нас будет последний эфир нашего марафона по воде, мы подведем итоги, посмотрим результаты, посмотрим, что произошло за эти несколько дней, участие в нашем марафоне и тот сюрприз, о котором мы говорили, у нас будет секретный спикер, но мы сейчас приоткроем тайну и я хочу сказать, что это эксперт многолетним опытом, больше 20 лет человек работает с продуктами для здоровья, имеет собственные результаты, которые просто потрясают, она все хорошеет с каждым годом, буквально с каждым днем я смотрю и она все моложе и краше выглядит и я хочу, я сейчас говорю о Наталье Бондуриной, которая с нами поделится своими секретами и мы узнаем еще много полезного, много важного на нашем эфире, который пройдет завтра в 19 часов по Москве, ссылку мы как обычно разместим, вам напомним, поэтому если есть еще те, кто не услышал что-то о наших марафонах и о наших проектах, вы можете пригласить, чтобы они послушали это завтра. У меня все, до завтра, принимайте решение, приходите к нам в марафон. Спасибо, Ирина. Ирина.